всем всем привет друзья это очередной цикл рифта четвертый цикл и возможно заключающий цикл будет для нас то что мы 11 уровень и принципе я уже почти за эти циклы почти все показал сегодня я попробую вступить случайный рейд допустим от 1 до 20 уровня мы уже можем вступать допустим сюда сюда и сюда все и пошло видите как удобно смотрите есть опа куда-то мы уже вступили это говорит о том что на серверах очень большое количество народу и это какой-то толерой то ли что это я не знаю я не умею тут ничего делать мы первый раз с вами давайте откроем карту хоть посмотрим я не знаю что делать нужно я впереди какой-то разлом вижу сзади вижу вижу игроков побежали к ним опыт за что-то сейчас получил берег какой-то а тут монстры 13 уровня который меня звездили по ходу дела дадут а вот и другие игроки которые которые я не знаю что с ними делать один из них смотрите лучник другой тоже лучник третий еще один какой-то воин с про что я говорил в игре уникальность мы можем смотреть если играть за воина я пробовал за война играть то есть здесь мы а и даже не воин по моему вообще бандит ну смысле этот рога можно сходить с каким угодно оружием то есть мы смотрите он топор несет и меч то есть а он рога то есть по барабану то есть можно в две руки сунуть любые в любое оружие вот это очень круто за это я обожаю эту игру так и чё надо их бить что ли давайте я тоже поможем ребятам я по ходу дела сейчас не будет спасить меня смысл этого рейда пока не понимает а вот 17 таких мрази нам надо убить а нет собрать яркие чего-то чуть нам собрать нужно а а вот-вот-вот все пошел квест то есть он квест для нас одних един то есть для всего пати смотри чё там я думал там супер монстр появился ребята только не бросайте меня одного бандит у нас почему-то на месте стоит может быть прогружается не знаю так вообще мне надо призвать мою тварь вот она тварь клай красиво смотрите анимация сделана это режим бытовых битвы я выбрала там еще есть различный режим я думаю в этом цикле мы немножко побегаем по ним то есть вот таким образом даже можно просто путешествуя дело заниматься всякой страдать фигней и прокачиваться тут это говорит о том что в игре есть что поделать это очень классно блин я не там бегают вон он воин или кто это и куку мужик 14 уровень мото шеец разбойник давайте попробуем за ним побежать и затем куда-то прыгать давайте тоже прыгать куда мы идем а вот смотрите что нашли чуть с ним сбор есть 1317 но по крайней мере мы ухты тут пираты надо осторожно с ними быть а тут не обязательно всех убивать сейчас мы этот квест пройдем и откроет следующий квест он такой типа сюжет на кто помнит мои серии по звездным воинам это очень сильно напоминает но там это круче придумано намного круче придумано чем здесь напали на моего элемента надо дуть есть сколько у нас 1317 а чё не по воде не пропал и вот ой тут монстрики плавают ой акула какая-то не хочу с тобой драться не хочу не хочу всплывая рыбка собачка бегает какой-то лучник я пробовал даже играть за войны довольно вот тоже с разбойниками очень интересно вообще все классы очень интересно и уникально за каждого класса вы найдете свою свою какую-нибудь такую плюс плюсовинку нифигаси он как по стене побежал так у нас видимо убить теперь ткачиху кирдан как мы видим данж очень ну не данж ну или назовем его данжем даже не знаю как рейдом правильно его назвать даже не знаю как про не называется нас вот сюда переместили и даже разлом здесь есть какой-то хачиху нам убить надо то где она а вот все убили и сундук дали вот маунты кстати были кого парень уровня 14 уровня путь сундук дали сейчас откроем его да и там выпала какая-то фигня что это такое шапка у нас шапки краснета теперь у нас есть шапочка посмотрите каким и теперь шапочки все такое зарогатые скотинах видите ребята даже без нас справляется как мы можем просто что говорит о том что хилл будет очень интересно играть чуть такое чуть поднял хоть задание а видимо это и надо поднимать 45 а дэп и пять штук таких надо понял помогать дата их накидывать им так видимо много чего надо а у какая-то у меня скилловина появился зажигательный факел какой-то у меня появился что это такое ой чуть такое а зачем не зажигательный факел а это специально уникальное видите наверное их сюда надо кидать куда-то это видимо квеста и какой-то предмет либо фиг узнает я недавно какую-то фигню вставил ух ты разлом чё пойдем разлом в дуэм тут будет в эту игру очень интересно повторяю что в тех сериях уже говорил в эту игру будет очень интересно играть коллективно здесь есть чем заниматься есть куда пойти постоянно можно быстро куда ты вот эти да это уникальный наш предмет нужно было это сделать окай то здесь есть постоянно чем заниматься есть на видностей квестов разновидность батлов разновидность всего то есть но одному конечно тоже здесь быстро очень что-то найти можно Чё-то чё, летающие камни, мне кажется? Какой фиг, камни летают. Видимо, разлом земляной, видимо, если там камни летают. Сразу, если вы играете в коллектив... В коллективе в эту игру будет вообще очень здорово играть, очень здорово. Когда вот она станет бесплатной. Ребят, вы в первом цикле очень много задавали вопросов, как, чего и что. Я уже в этом цикле уже и в том цикле бы задолбался повторить. Игра фри-то-плей, фри-то-плей будет в июле, и разработчики обещали в июле. Они всё пишут скоро-скоро, точно не говорят, какого числа. Но я думаю, скоро, по крайней мере, на конец июля точно бесплатной станет. Так что, вот так вот. Больше не повторяйте. Так, идти нужно куда-то туда, чё-то это встало и стоит. А, они, видимо, разлом хотят зафигачить. А, они уже фигачат разлом, походу, дело здесь всё. Камни летают. Дикость какая-то происходит вообще. Квесты добавляются с разлома. Пришли какие-то другие люди. Или это наши пати? Нет. Но есть в этой пати ещё какие-то другие, вон. Люди. Смотри, очень распространенные лучники. Видимо, они самые такие пвпшные классы. Но я не люблю пвпшиться. Честно скажу, в таких играх это сделано... Ну, не для меня это... Не знаю, не могу понять, в общем, этого кайфа. Вот птички тут появились. Можно просто стоять, наблюдать, а ваше пати всё делать. Мне это очень нравится. Я сразу хочу играть за какого-нибудь хилера, знаете. Вообще, в таких играх, когда идут пвп, я всегда выбираю какой-нибудь класс, либо каких-нибудь призывателей каких-нибудь чертей, либо лиховой лекаря. Но в этом цикле я взял мага, потому что играю один. Так бы, если я с кем-то бегал, естественно, я играл бы с какого-нибудь хила и не напрягался бы. У лучников тоже свои штуки есть уникальные там пробивания. То есть, лучник, по идее, я так понял, здесь самый быстрый. В плане быстрой анимации, быстрое прожатие скиллов. У него самое такое быстрое. О, награда какая-то. Я собрал награду. Чё, ещё награда? О, босс появился. Босс, я помогу ему убить. Пробафаемся. А в тылу врага мы какой-то получили. Значит, чего-то мы получили, в общем. А, это титул, наверное, какой-то получили. Система титулов. Я не помню, на какую кнопку надо нажимать. Древо души, задание. Скрафт. То есть, перемёсла. Я показывал в одном из циклей их. Тоже есть чем заняться, в общем. Так, ещё что-то там набрали мы. У нас скоро инвентаря не будет хватать. Чё-то выпало. Ну, давайте оденем. Во, вот так мы стали выглядеть. Смотрите. Это верхняя шмотка. Так, куда бежим-то? Чё делать нужно? Так, текущее зеркало. Чё делает? В общем, это уникальный баф, который выпал с этого самого. Чё-то я нажал, типа, я должен бегать, вроде как, быстрее. По-моему, бегаем всё так же, да? Но, как видите, заняться есть чем. Но я тоже маунт хочу, чувак. Блин. Опять нужно собирать какие-то штуки. То ли это какой-то бесконечный квест, или это, типа, на репутацию какую-то ребята зарабатывают, я не знаю. Ну, мы бегаем с ними и занимаемся этой, страдаем такой же фигнёй. Так, чё-то у меня ускорение такое здесь, по-моему. Опять мы этих пауков бьём и добываем с ней какую-то фигню. Интересно, а у меня на пати бафы какие-нибудь есть? Было бы очень интересно что-нибудь поучаствовать бафером. О, олень. Где они их взяли? Кто это такой? 19-й уровень. Разбойник. Очень много, я смотрю, за разбойников играет. Ой, впереди какой-то город, а ну-ка. Я пока с ними тут бегал. О, ещё уникальность, то, что кто куда показывает, мы сразу видим. Блин, а как убрать маркер? Сейчас они ещё поймут, что... Центрирование. Владыка глубины, теперь нам надо казнить какого-то владыку глубины. Давайте пойдёмте посмотрим на этого владыку. Особо я смотрю тщательно, никто не общается, просто бегает, что-то делает. Ну, довольно интересно вот эти вот все вот, чтобы, если вам что-то надоело, раз, вот так вот в пати закинуло вас. Есть же рейды, есть пвп, есть, ну, в принципе, рифт. Что такое рифт? Рифт это более война не на открытом мире, а более как бы данжевая система. Ой, а вон мое пати. Что-то они меня все кинули. Я хожу только дроп собираю. Ой, какой-то такой закончил. Но приключение ждут вас следующей остановка. Телепорт. Вау! То есть вот так вот мы типа прошли теперь туда, да? Ничего себе, оно поэтапно нас ведёт. Это очень круто, это очень круто. Повторяю, что, ну, это круто, но круче только. Мне очень понравилось в Звёздных Войнах, Warzone и Raid, я уже даже забыл, там называются как. Они там тоже поэтапно идут, и там просто всё офигенски. Там прям экшовочка такая. Блин, откуда нас вообще переместил? Тут карты есть. О, ёпс, сколько тут всё делать нужно. Так. Плацдарм принадлежит отступникам. То есть, смотрите, эта территория не нашего, а то здесь много врагов. То есть отступники это те, за кого мы не выбирали играть. Если бы вы были отступниками, пришли сюда, мы бы с вами, я думаю, может быть и пвпшимся. Давайте поможем. Откуда у него собака-то, я ничего-то не понял. Это, наверное, Пет. Да, это, кстати, Пет, он 13-го у него уровня, где он его взял. Ну, до города мы ещё не дошли с вами. Думаю, в городе там всяко-всячно купить можно много. Черепа какие-то. Четилки нужны. В общем, собрать-ка. Мы просто будем за ним бегать, смотреть, что они делают. Я пока абсолютно не понимаю, чем ребята занимаются. Ещё посмотрю, чтобы не было никаких отступников. Просто доты кидать буду, если что. Но они так быстро это делают, что, видимо, на первый день играют. Для меня это пока вначале очень сложно, всё непонятно. Так, и чё? Серию квестов мы делаем. То есть мы могли ещё пойти, вот смотрите. Так, древо духов, кстати, на чё-нибудь вкачать какой-нибудь скилл. Так, 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 чё я прокачиваю. Я уже даже забыл, что я качал тут. Помимо того, когда вы берёте новую душу, каждая душа, видите, даёт определённый заклинатель буря, допустим. А, даёт... Чё тут здесь за... А, буря, этого и волни, да? Удары по площади, электричеством, походу, она уешана. Давайте. О, заклинатель буря, чё они вкач... Ой, чё я там? А чё это такое? Качка силы... Чёрт, я не знаю, чего качать. Поджечь. Ну, давайте лево в огонь, лучше в огонь. Увеличить максимальный заряд. Не знаю. Прокачаю, в общем, сохранить. Так, где они? Разновидности душ. То есть, в этой игре надо очень приблизительно долго заниматься, чтобы собрать какой-то свой сет. Так, мы опять куда-то надо телепортоваться. Видимо, здесь квесты выполнены. Но прикольно тем, что вы видите, нас с самих... Ух, и сколько тут народу. Это были люди все. Куда-то бежим теперь. Блин, у них есть пета, а у меня нету. Это не нужно сюда, куда-то. Это очень круто сделано. То есть, есть чем заняться. Это уже начинаюсь повторять, конечно. Ну и здорово, что никакой пока сложности нету. Ох ты. Блин, я тоже такого пета хочу. Тринадцатый, тринадцатый. Либо это луч... Ой, чуть-чуть тут. Коровы какие-то. А, нам надо людей сопроводить, по-видимому, да? Наверное. Сейчас увидим. Ну, кстати, очень интересно, разнообразно. Прикольно. Не постоянно же убивать одних и тех же. Вон, падение пошло. Нам надо защищать их. Ну, да, те кто-нибудь тоже тренинг, ну. Очень-очень круто. Так, чё? Всё, они пошли дальше, да? Они ещё, видите, флудят, там что-то разговаривает. Это круто очень. Он зелёное, что-то, что такое зелёное. Это какой-то монстр. Тринадцатый, всё нападать не буду точно. Ну, хотя мы уже двенадцатый. Скоро тринадцатый. По выходным, пока рифти дают двойной опыт, то есть прокачка идёт очень-очень-очень быстро. Опять вот так вот побежим. Вот стрелков есть какой-то класс. Они вот с такими ружьями ходят. Там с пистолетами есть, с ружьями. Ну, разновидность оружия в этой игре мне очень приглянулась, потому что действительно интересно, когда очень можно одеть разное оружие в свою руку. Можно взять некоторые классы с двумя даже оружиями ходят. Допустим, я пробовал за воины здесь. Воин может вообще, по-моему, любое оружие одевать. Ему как бы по барабану. Он может мечи, топоры, булавы, всякие там двойные мечи, трои там. Двойные булавы там. В общем, очень много всего одеть свои, взять свои руки, как вот эта разбойница, которая взяла в одну руку такое оружие, в другую такое. То есть вообще легко. Даже я, в принципе, могу, но только смысл мне, да, мне интеллект нужен. Но если, конечно, я булаву найду на интеллект, я ее, естественно, в руки возьму. Я думаю, на аукционе вы найдете там просто гигантское. Вот это в стелс вошел. Что там уже завалилось? Вот он, стелс на 15 уровне парень. А у меня выносливость. Туда-то мы видим, кто-то в город везем. Почти дошли. Вперед, коровки, мы вас ведем. Ой, опять нюнскилл, поисеть с фей. Сейчас будем у кого-то ловить, возможно, босс будет какой-то какие-то скиллы, еще дополнительно появляется. Как ей пользоваться? Нельзя, а, нужно кого-то выделить. Сеть, ловлю. Оп. А, нужно поймать их всех, сети фей. Давайте выбьете, а я ловлю. Хоп, поймал, чё? Да? Нет? Вот поймал. Да, 6 поймали. 7, 8. Будем помогать нашей группе. 9. Сейчас будет 10. Уху! Где-то эмоции есть. Ну да ладно. Ну, по крайней мере, в этом цикле мы уже не одни бегаем. Блин, я тоже такой червячка хочу летающего. Или какую-нибудь собаку. Блин, можно было бы моего голема оседлать и ходить на нем? Вот это, кстати, паучок из... Если вы купите игру за, по-моему, там, 500 что ли рублей? Или какое-то издание, в общем, есть такого вот... Такую штуку вам дадут. Ну и все побежали, а я пешком. Да, действительно интересно. Видимо, такие квесты на очень долго, наверное. Там есть такие пвпшные зоны. То есть вы можете приходить на пвп, накапливать пвп очки. Там есть разные титулы. Ну, то есть как в Варкрафте. Есть заняться чем, в принципе. Куда походить и что поделать. И она более, как я говорил, более данжевая. То есть, видите, мы постоянно что-то делаем группно. То есть по вве режимов в этой игре гораздо больше, чем, допустим... Ну, конечно, не в Варкрафте, а в какой-нибудь стандартной... Каком-нибудь Айоне, допустим. Здесь что-то на земле валяется такое. Нельзя подобрать. Можно... То есть больше, чем в Айоне. В Айоне или каких-то таких линей... Лана Эйдж, допустим. В таких подобных играх там... Все, прокачались и заняться нечем. А здесь вот как-то более разнообразно есть, куда походить. Да и прокачивая какая-то, видите, ненапряжная. То есть несколько проблем. Здесь больше вот по этим, я думаю, нужно ходить данжем. Потому что она более за это заточена, чтобы искать какой-то свой уникальный сет. Если вам в лом деньги тратить, то придется походить. У, как стрелами шмаляет во все стороны. Вообще какой-то поехавший лучник. Магов, я смотрю, не очень. Но я бы взял мага какого-нибудь еще попробую уцелителя. Надо бы попробовать будет румы, его еще покачать душу. В смысле? А, опять мне какой-то скилл вручили. Взрывной бочонок. Что тут надо кого-то взрывать по ходу дела? Кого чего, не знаю, что взрывать. Эй, лучник, что будем делать? А, вот сюда вот такие штуки надо закладывать. Бочонки, они взрывают их. Давайте тоже попробуем. Я выделяю, ничего не происходит. А, вот тут отложил все-таки оботчет. Но не буду укладывать. Откладываю 47 выполненным. Давайте я прикрываю мужик. Галимба-тап. У меня какой-то паразит стреляет. Мы его накажем грязным методом. Видимо, одни пошли на одно задание, другие на другое. Потому что все куда-то пошли туда. Там есть, куда-то вверх всегда отстартанули. Там какое-то задание. Спасти духовного наставника. Все туда рванули. Здесь мы задание выполнили. Ну, конечно. Все нас кинули и убежали. Сейчас мы пробежим тоже. Ой, какие-то красненькие штучки там. Ха-ха, мы его догнали. Э-э-э-э, все, сейчас от нас улетит. Так, куда бежать нужно? Ой, вот туда вообще надо бежать. Что-то мы сейчас там будем делать. Да, довольно интересно. Так, где эта кнопочка? Вот она, битвы. Мы уже случайно в битву вступили, да? Так, а вот пвп, надо было пвп. А вот пвп очки мои. Ну, у меня я еще ни разу не пвпишился. И не собираюсь этого делать. То есть, 14 раз за день, по-моему, можно пойти на пвп. Не знаю, когда игра перейдет на фри-то-плей. Не знаю, сколько раз для бесплатного аккаунта можно будет сходить. Но, по крайней мере, в Звездных Коинах ограничили определенным количеством играющих на фри-то-плей. Духи-духов каких-то мы убиваем. Я просто стою в серединке и наблюдаю за этим всем. Меня это забавляет, кстати. Потому что, смотрите, какой мы уже квест по счету делаем, он разнообразен. Вот тут тварь какая-то вылетела. Помогли лучнику. Будем с лучником вот так разбить. Могилы разрушаем. Опять появились, смотрите, те твари. Теперь откапываем могилу. И там встает адская сатана. С него поджарим. Ну, мне нравится тем, что, знаете, я человек вообще вот в таких играх очень ленивый. Времена ланейча для меня прошли, задротство это уже не мое. Знаете, я уже как-то от этого вырос, что ли, наверное, или как-то так. Не очень люблю... Вот просто хожу, занимаюсь всякой фигнёй. Вот это для меня. И одновременно прокачиваюсь. Я наоборот сейчас за то, чтобы исследовать как бы этот мир. Стоять что-то новое. А не не стоять в одной локации и убивать там миллион монстров. Хотя уже... Как-то вот всего отвык. Или перевоз, наверное. Насходит вообще к этому канале. Мы просто какие-то расхитительницы гробниц. Соответственно нападают какие-то монстры. Вроде бы есть ещё какая-то арена выживаемость на время. Но я не знаю, с какого доступно туда. Есть ещё хроники. Есть завоевание. То есть завоевание это ПВП как раз, по-моему. Которое я рассказывал вам. Там мы будем сражаться уже против реальных людей. То есть другой стороны. Сопротивленцев. Там нам по щам будут, в общем, давать. Там тоже разновидные квесты. Убейте их столько. Захватите флаг и так далее. Я думаю, это тоже довольно интересно. Мы чё, прям прыгать будем? Ух ты. Это было здорово. О, мы вернулись оттуда, откуда начинали. Теперь нужны какие-то панцири. То есть квест, видимо, на очень долго. На очень-очень долго. Я пытаюсь вам просто бегать, показать, что они делают и как это происходит. Ну, хоть шаман, по-моему. Кто он там по классу? Маг, что ли, тоже вроде маг, но только он какой-то, я не знаю, что в нём за душа такая. Либо это клирик, только у него какая-то другая душа, осуждение. Ну да, какой-то клирик, видимо, я не знаю, разновидность магов. Я такой души ещё не видел. Лучник у нас просто классно выглядит. Вот мне нравится, как лучники выглядят. Они очень красиво выглядят. Сеты просто офигенские. А у этот лучник тоже нуб, как мы, видите, он просто тоже, как и мой, бегает за всеми. Ну, ещё нубка, а вот эти два папки с нами, которые нас тащат. Они, видимо, 100% уже это делает не первый раз. Магические сеты, ну, в принципе, прикольно выглядит. Понятно, что это начальные, из-за них там вообще, они как бы пока ни о чём. Фиолетовую штуку нам какую-то дали. Вообще, сутоков, у нас стал очень много. Всякой фигни. Видимо, шапочка. А это... О, пост, посоль, что ли, какой-то чё-то. Да, в секунду. Это нож. Скипетр какой-то, скипетр. А ну, как там, откроете инвентарь. Бери, ну, вот давайте место этого скипетра, этот скипетр. Давайте походим со скипетром. Как у Гарри Поттера волшебная палочка. Хотя мне нравится больше палка. Вот я какие-то камни он здесь выбил, они уникальны, то есть они ко мне привязались. Вот это что-то типа бижутерии, может быть. Хотя бижутерия здесь есть, вот кольца, украшения. Печати какие-то есть, то есть вещей для себя нацепить очень большое количество плюс. Уникальный, я так понял, есть сеты. Вот, наверное, у него какой-то уникальный с шапкой, где он её взял. Кстати, за ним пойдём, он, видимо, отдыхание под водой есть. Вот это нам туда гребсти надо. Так, а по квесту нам ещё всё-таки собрать их нужно. Под водой это классно браться. Сразу вспоминая лоды там точно так же. Под водой огонь, ну это, конечно... Могли бы, знаете, там под водой, да, запретить использовать огонь, допустим. Ну, какая большая тварь. Было бы очень круто. Если бы они запретили под водой там, допустим, или вообще всю магию. Может, надо было переходить на ближний бой. Было бы очень круто. О, какой-то уникальный босс. Я нашёл его. По-моему. На нём какая-то, по крайней мере, вроде то ли звёздочка, то ли чё. Но они его не трогают, я тоже не буду. Или будут всё-таки трогать. Или это не уникальный? А, нет, это обычный. О, она не выполнена, здорово. Мы всё голду засобираем, да? Квест выполняем и опыт получаем. Так, а, нет, это просто был как типа на этой территории доп. квест, типа грохните вот этого, гады, получите. В чате очень много разных переключений, то есть там каналы есть, крикеры, это отряды, гильдии, группе, речи, эмоции. Так, что сейчас, просто всё, квест переключился. Давайте посмотрим, куда он переключился-то. Может быть, мы начали выполнять, так сказать, да ладно туда. Вы шутите, что ли? Ну, вообще, вообще на другое смотреть, куда нужно. Это пипец, и как туда попасть? Э, мужики, как туда попасть? Возможно, это война за территорией. То есть, смотрите, здесь делают квесты, допустим, другая страна, то есть отступники, или как они правильно, да, отступники называются. Может быть, они здесь тоже делают эти квесты, а мы и эти квесты. То есть война за территорию такая идёт. Хотя, я слышал про какие-то разломы пвпшные, то есть открываются разломы, и обе стороны могут входить в эти, или та страна может входить, которая открыла в этот разлом. И заходить на территорию врага и убивать всех. В общем, и воевать за территорию, я так понял. Так, я вижу, что в чате очень много флудят. Как вам рифт? Не покупай тумана. Пандари рулит. Ну, в общем, не понимаю, о чём они даже говорят. Пока что. Но, довольно забавно. Сейчас вот, можно даже их как-нибудь пометить, отметить. Цель. Танк. Ой, я не танк. Я маг. Белка. Мы его себе пометим, как белочка. А тебя пометим сейчас тоже, поприкалываемся. Пометим как... Вот так вот. Не знаю, что их значит. Вот туда отправились наши сопартийцы. Видите, они выполняют тот квест, который на той стороне. Я не знаю, как туда попасть. Это как через телепорт, а я не знаю. Вообще у нас спасти духовного наставника. Вот здесь, вот на острове. Ещё квест есть. Поливай дважды, чего поливать. Видимо, они там что-то делают, поливает кого-то. Кто-то отправился. Мы пойдём за ним. Сейчас они выполнят этот квест. Видите, мы находимся на этой части острова. Они на той части уже каким-то образом острова. Но из них есть телепорт какой-то. У меня, в принципе, есть тоже. Но я не знаю, куда телепортоваться правильно, чтобы куда-то где-то появиться. А сейчас они выполнят, и таким образом мы... Ну, лучше ждать на этой стороне вдруг, да, квесты. Мы быстрее выполним. Пока они выполнят на той стороне, а мы на этой части. Вот, выполнили. Видимо, мы апнулись на 14-й уровень. Ограничения на нашем аккаунте... Пока это не фри-то-плей. Повторяю, что я делаю цикл, ещё не его на фри-то-плей. Скорее всего, на фри-то-плей я не буду делать цикл, не будет продолжаться. Ё-моё, чё такое? А там... Это босс. Местный босс. Поможем мне. Там я не буду делать цикл. Там уже... Это специальный цикл для того, чтобы вы... Поняли для себя лично. Играть вам в эту игру. Играть вам в эту игру. Вот, видите, не надо нажимать на него дроп, появляется здесь вот такая штучка. И с него падает вот такие вот штаны и опять упали. Опять нас куда-то можно телепортовать. Пацаны, видимо, квест сделали, а мы пока тут боссы зашатали. Куда нас телепортировало. Видимо, опять на какие-то квесты. Уже вообще у нас по этой местности... Таким образом можно даже карту, смотрите, открывать. Я уже вон сколько открыл. Здесь какие-то мечи нарисованы. Давайте посмотрим, что это такое. А, это кто-то из наших спортийств почему-то указал сюда. Зачем? Ну это здорово, что можно указывать, и другие твои спортийцы это видят. Значит, можно быть, есть и какие-то... Какой волк подбежал куда-то. Да, ну тебя нафиг волк. То есть до 20-го, как видите, прокачаться очень... Очень-очень быстро можно. То есть... Буквально там за один день вы 20-й уровень, как нифиг делать. Любой класс, любой абсолютно. Народу, видите, постоянно кто-то куда-то бежит, кто-то что-то делает. Надо, наверное, эти штуки убивать. Все-таки он маг. Ходит, как я видел до ближнего боя. Этим поможем. Для меня, вообще, знаете, идеальное решение вопроса. Вот чтобы я вот реально бы играл, меня вот пока на данный момент идеальное мрпд. На мой взгляд, это гилд вар 2. Потому что... Вот это вот, то что мы сейчас видим на экране, это уже начинает немножко устаревать. А вот гилд вар 2, это вот что есть самая современность. И, честно говоря, я не очень в последнее время стал любить вот этот набор скиллов, такое гигантское количество. А вот гилд вар 2 мне очень понравилось. Так, что здесь надо сделать. Что-то 9 надо поймать огненных белок. Да ладно, да где-то такие огненные белки. То есть пойдемте найдем хоть одну. А, вот-вот они огненные белки. Ёлки-палки. А, нет, на их сети походу дел поймать надо. Белочка, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Цыпа. Че поймал, нет? Ну и море белка. Так, еще одну белку должны будут пацаны поймать, а все поймали. Так, у нас квест переключился. Давайте посмотрим, куда. С такой скоростью квеста переключается. Так, вон туда куда-то там надо. Убить скачей каких-то. Возможно это рейд, или как это правильно называется, не рейд, а битва, или как мы зашли-то я не помню. Это что-то вот такое вот именно надолго. Да, он, знаете, заняться нечем. Но, в принципе, я уже вижу тот, что в нам постоянно выпадают эти, как их, сундуки. С них предметы. Видимо, это только чисто для этого. О, какой хряк. Вот, обью. Давайте поможем. Еще свои квесты делают. Тут все туда убежали. А не мы как-то бегаем одни. Вон, наши парни. Опять этот маг. Плюх, хряка нету. Ой, зайчик бежит, смотрите. Больше нет зайчика. Я такой суров, что убиваю всю живность. Вон парень пишет, Вов рулит, а я Волода играл. Мне понравился больше рифт. Вот я со временем иногда чат так прочитываю. Бекон какой-то нам упал. Ну, я смотрю то, что надо сумку побольше искать, потому что, видите, у меня уже скоро сумка закончится. Придется что-то выкидывать. А я не знаю, что выкидывать, потому что у меня вроде бы в инвентаре полно всего, но я не знаю, чего от чего. Что мне понадобится в будущем, а что не понадобится в будущем. Да, в рифт. Вот, сейчас посмотрим титул, про который я недавно тоже говорил. У нас вот есть рыболов какой-то титул. Ну, можем вроде как включить. Не знаю. Тремесленный титул. Без титула нет. Поставить. Вот он, титул. Все у нас. Кто на нас наведет. Вот он над нами теперь типо. Рыболов новичок. Так, что здесь еще можно поделать? Титулов должно быть очень много. Спутники. Ну, у нас вот такой спутник, которым мы выбили в одном из циклов. Уникальный гардероб предметы. Вроде бы их нету. А, их можно будет переключать. Смотрите. Здорово. Артефакты. Не знаю, что это. Сумка. Какие-то артефакты. Не знаю, что это значит. Так, и вот репутация нашей. Союзные фракции. А, вот у нас такая вот репутация. Когда, наверное, полную мощность, там больше будет всякого, всякой плюсятины и няшек всяких. Так, репутации закончили. Валюта. Полная. Вот максимально есть. Какая-то вот валюта вот такая, которая дается за разломы. Есть, соответственно, золото, серебро и какая-то особая валюта, которая очень редко падает. Так, это наши прислужники. Здесь их можно смотреть. Характеристики, навыки. Навыки профессий, насколько они у меня прокачаны. Пока у меня скаутер-болов, я их вообще не качал. Параметры. Это наши параметры, что наставлено. Смотрите, показателей очень много всяких. Так, всего можно, можно, можно найти. Ну, это, собственно, наш персонаж. Я думаю, господа, это будет последний цикл, потому что я вам все показал. Тут буквально у нас 14 уровень. Максималка на Триал аккаунте. Можно дойти до 20 уровня и все. Дальше он не качается и нам большинство недоступно предметов на Триал-версии. Ну, в принципе, мы их не так много увидели. Открыли мы вот столько вот места. Квесты у нас есть там, вон там, вон там. То есть, видите, по карте очень удобно, понятно, куда идти и что делать. Очень-очень удобно. Удобнее, ну, как удобнее. В принципе, она срисована с других мошек, таких как Вов, Стар Варс. Все делают, делают эти квесты. Они, видимо, на весь день. Либо для набивания какого-то предмета. Они, наверное, себе какие-то предметы себе сбьют, что-то делают. Но одновременно прокачиваются и нас качают. Вот к нам кто-то присоединился к нашему отряду. Сейчас настало больше. То есть, видимо, народу может быть очень большое количество. Это означает то, что чем больше людей, тем мы будем это делать быстрее. И, соответственно, быстрее прокачиваться. Но, я как говорил, прокачка здесь очень быстро идет. То есть, с этим напряга никакого нету. С напрягом, наверное, будет больше набора какого-нибудь супероружия, шмоток и так далее. Но это аукцион, это крафт, это... Ну, вариантов, по крайней мере, есть. Ну, опять он на пауке ускакал. Ну, маунты, наверное, можно закидать квесты получать. Либо выбивать, как мы вот такую таракашку выбили из-за этих самых разломов. Вот. Так что способов чего-то получения большое количество. Но титулы, как в Варкрафте, они получаются за разные действия. Убейте того, победите того и так далее. Там подобное. Не знаю, ценятся они тут или нет. Также есть уникальные предметы. На мой взгляд, в эту игру по-стоит попробовать поиграть. А вот когда она именно фри-то-плей станет. А дальше, когда она станет фри-то-плей, я думаю, будет очень разнообразие того. Ну, конечно, понятно будет, если ты купил, то ты победил. Естественно, понятно. Опять мы тысячи опыта сорвали за что-то. А квест переключился. Теперь что-то нам нужно сделать. Победить заклинателя какого-то там особого. Парни постоянно куда-то бегают. Да, квест, видимо, очень-очень длинный, большой, надолго это все делать. Вот. Ну, пока вроде бы, вроде бы так. И я думаю, это будет уже пятого цикла. Я не буду записывать. Нам смысла нету дальше писать, потому что мы уже 14 уровень, как я повторяю, уже начинаю все повторять. То, что материал-версия 20 уровня и ограничения в предметы. Вот. Так что я думаю, на этом мы серию и прервем. И вообще весь цикл на этом прерывается. Буду ли я и в это играть? Ну, скорее всего, нет, потому что опять в какую-то другую территорию можно телепортоваться. А почему не буду играть? Потому что я продолжу записывать серии по Звездным Войнам в конце лета, либо начало осени. Где-то так это будет. Приблизительно на это рассчитываю. Для меня это Звездный Войнам интереснее. И все-таки вселенная Звездные Войны более популярны. И как там поинтереснее, все-таки в Звездные Войны. О, какая-то тёточка. Ой, она меня бьет. Да всё, она со мной делает. Она меня бьет. Тетя, не бей меня. Ай. Ты динафига. Это видимо отступники. Тут что-то пострадал. Да я сказал, не бей меня. Почему на таком расстоянии она меня долбит? Щит включен. Тра-ля-ля-ля-ля. Вау, там рифт, в смысле разлом открылся. Видимо, все тут остартанули. Пойдемте посмотрим. На каменный я уже рифт от разлом видел. Классно, камни летают. Офигеть, обалдеть. Вот. Так что будет это последнее. Я вроде бы всё в четырёх своих циклах. Я про эту игру вроде бы немножко так показал, рассказал. И вы уже за это время, я думаю, решите для себя играть в это. Стоит поиграть, потому что если вы искатель какой-то MMORPG, эта игра вас затянет надолго, и вы изучать её, по крайней мере, будете долго. Видите, я только сюда подошёл и сразу, воу, всё летает, всё взрывается и так далее. Стоит в неё поиграть, попробовать по-любому. Игра весит порядка 10 гигабайт с выходом версии 2.3. Когда 2.3 выйдет, будет фри-то-плей. Игра будет весить код, думаю, около 11 гигабайт. Именно с версии 2.3 станет фри-то-плей, пока она платная. Повторяю, что мы на Триал-версии. Так что, как-то так. Игра довольно симпатичная. Меню всё стандартное, легко разберётесь. Мы, думаю, на этом закончим. Что ж, попрощаемся с рифтом, на этом цикл мы закончим. Блин, надо из этого разлома выйти, а то у меня сейчас кто-нибудь грохнет. Но вообще, как-то я смотрю, уже чем дальше, тем сложнее. Потому что одному ходить и всех тут убивать будет довольно очень сложно. В эту игру вам советую очень поиграть с кем-то. Одному здесь будет довольно вам скучновато. Потому что, как видите, моя вообще компания куда-то убрала. Хотя квесты вроде тут. А они куда-то все делись. Не знаю, вот я их вижу от пати. А, вон они все, вон. Там впереди, вон там где-то, наверное, у тех башни. Вот, все что-то делают. Но начинать в эту игру лучше с кем-то совместно. И вам будет гораздо интересней. Интересней и приятнее играть в это. Вы будете вдвоём разбираться. Один будет отыгрывать свою роль, вы свою роль. Это гораздо довольно забавнее. Что ж, надеюсь, я вам помог в выборе играть в это, не играть. Ну, мой совет, больше играть. И играть вдвоём. Ну, даже один, если не с кем вам играть. Вы здесь, я думаю, найдёте с кем вам в это играть. А мы заканчиваем. Блин, опять какое-то что-то они выполнили. Опять сундук. Мы заканчиваем. Прощаемся с рифтом. Пока и прощаемся с этим циклом. Надеюсь, вам было интересно. У микрофона был Феник. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok